Доброе утро! В главе в экране, вторая глава, одиннадцатый стих, сказано, что «Коль сорвы, коль дваж, ло тактиру меменующе лошем». Никакого мёда, плодовый мёд имеется в виду, не воскуряйте, никакой закваски и никакого мёда не воскуряйте в жертву, которая переводится как на русский «огнепалимая», жертва Всевышнему. Теперь Робейну Бахье пишет, что квасной и мёд символизируют два свойства или побуждения, которые приводят человека к ошибке и сокращают его жизнь в этом мире. Первая из них — это гава, гордыня. Она уподоблена хамецу, закваске, которая заставляет тесто увеличиваться в объёме, подниматься больше, чем для него естественно. Поэтому в трактате «Брахот» мудрецы назвали дурное начало закваска в тесте. Квасное запрещено в Песах — это время выхода из Митсрая, из Египта, освобождения от египетских зол, корень которых этих зол в гордыне. Так что говорил Паро, фараон, кто Всевышний, чтобы я послушал голос его. А мёд? Мёд символизирует следование за таава, вожделением. В книге Мишлей написано, что сотовый мёд источают уста чужой жены. И тот, кто приносит жертву Всевышнему, то есть приближается к нему, мы сказали, да, «корбан» от слова «лекареф» — это «приближаться», он должен отдалиться в это время от квасного и мёда, от того, что они символизируют. Абарбанель полагал, что символический смысл этого запрета — отдаление от крайностей. И об этом говорит Рамбан. В любых личных качествах следует придерживаться средней меры. Закваска действует медленно, нужно ждать, пока тесто подойдёт. А блюда, приготовленные с мёдом, надо есть быстро, иначе они испортятся. Тора нас предостерегает от обеих крайностей. С одной стороны, от медлительности, торможения, а с другой — от излишней поспешности, неосмотрительности. Например, от привычки быстро реагировать, о чём потом часто жалеют. От неё нужно отучаться, переходить к реакции сдержанной, обдуманной. От чёрствости переходить к отзывчивости. Рассказывается, три года назад я читал эту историю в Мояна-Шавуа. В одном местечке в Царской России был трактир. И каждое утро собиралось много народу, приходили торговцы, бизнесмены завтракать, спорить, обсуждать сделки. Потом шли на рынок. И местный нищий, он приходил именно тогда, когда трактир был полон. И он просил вздоку у торговцев. Но они завели такой обычай, который потом перевели соседи из других местечек. Что каждое утро один из них подходил к нищему, доставал две монеты и предлагал выбрать одну из них. Всегда это были одни и те же монеты. Одна побольше, там достоинства было 50 копеек. Вторая поменьше, а достоинством рубль. И нищий, он по неведению брал большую монету. И все над ним смеялись. И было очень им смешно. Оставим тему как бы этики здесь, да, посмотрим на суть. Теперь, однажды утром в трактир зашел другой бизнесмен. Он впервые был в этих местах. И он решил этого нищего научить. И рассказать ему о достоинствах реальных этих монет. Ну, нищий на него посмотрел. На этого доброго человека сказал. Ты что, ты думаешь, я не знаю стоимость этих монет? То есть, ты когда-нибудь выделил нищего, который не разбирался в своей работе. Я точно знаю, чего стоит каждая монета. Но, если я хоть раз возьму рубль, это положит конец развлечению. И на следующий день уже не будет мне ни унижения, ни полтинника. Теперь, какой интересный урок здесь. По мнению всех этих постояльцев, нищий ежедневно терял полтинник. А с его точки зрения, он ежедневно приобретал полтинник. То есть, он проявлял осторожность, чтобы не разочаровать публику. Да, и опускал голову, когда надо было. Благодаря этому он добывал себе пропитание. Теперь, в нашей реальной жизни сегодняшней, это можно так сказать, что, допустим, я хочу потерпеть немножко. Пусть я буду, ну, допустим, я сосед чей-то, я потерплю. И не буду показывать, кто в доме главный. Но я буду здоровым, уравновечным человеком. Очень распространенная проблема, да, когда все хотят показать. И то, что называется у нас, качать права, да. В семейных отношениях, допустим, я предпочитаю потерпеть неудачу в роли невестки, которая затыкает родственную кровью. Но преуспеть в роли сдержанной жены и оберегающей покой мужа и семейный мир. Здесь можно продолжать бесконечно. То есть давайте заработаем хотя бы полтинник и будем жить нормально. Чем будем покушаться на этот рубль, доллар, гривну, неважно, назовите как хотите. Но будем покушаться на что? Чтобы быть правым, да. То есть, мне кажется, здесь можно вспомнить Махасыта Шекель, знаменитый, да, половинка Шекеля. Когда мы считаем себя половинкой и не гонимся в амбициях нездоровых за миллионами, тогда мы зарабатываем эту половинку, и половинка к половинке дает дальше результаты. Безхаташем, чтобы нам хватило мудрости для этого.